всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня будем изучать клетку и их органоиды а еще будем в конце закрепим именно сравнением растительной и животной клетки так что с собой вообще представляет клетка у нас есть две виды клеток первое у нас идет прокариотическая клетка прокариотическая клетка давайте сделаем так прокариотическая клетка отличается от его критической тем что у прокариотической клетки нету ядра здесь идет у нас отсутствие ядра дальше продолжаем его критическая клетка извините за почерк наверное хуже почерка медиков у нас идет уже наличие это и есть основная разница между прокариотической и у критической клетки таким образом у нас происходит что таким образом мы идем изучать органоиды только не забудьте что вирусы относятся не к клеточной форме жизни поэтому они не относятся не прокариотом не укариотом это уже как бы отдельный класс но на вирусы зацикливаться не будем потому что это уже другая тема давайте дальше пройдемся дальше у нас идут органоиды органоиды сами известны тем что они компоненты клетки они функционируют в клетке разные функции у них есть свои способности которую клетка таким образом выживать и делает все метаболитические процессы так давайте сначала разберем какие именно органоиды относятся мембранным двумембранным и немембранным органеллам так первый у нас давайте разберем немембранные органоиды. Кстати, я буду их назвать органоиды, потому что органоиды и органоиды это синонимы. К немембранным органоидам у нас относятся что? Относятся рибозомы и клеточный центр. Рибозомы и клеточный центр. К одномембранным мы будем отнести многое, много органоидов. Давайте я просто напишу не мембранные, точнее одномембранные. Мы сюда будем отнести именно аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикул, реснички, лизозомы и так далее. Давайте я парочку примеров напишу сюда, но в качестве лизозома пусть будет, это пусть будет эндоплазматический ретикул. Боже, какой ужасный почерк. И аппарат Гольджи. К двум мембранным уже мы будем отнести. Угадайте что? Конечно, нужно как первое ядро, а потом дальше идет митохондрии, дальше идет пластида, митохондрии и пластида. К счастью или к сожалению у нас нету трех мембранных или четырех мембранных органоидов. Так что давайте здесь подведем небольшой итог. У нас есть не мембранные органоиды, у нас есть одномембранные органоиды и двумембранные органоиды. Так, у нас еще и клетка состоит из двух частей. Это прокалитическая и иокалитическая. Которая отличается, во-первых, с наличием и отсутствием медра. Давайте теперь разберем все наши органоиды по их функционированию. И конечно же будем еще раз забрать их по их строению. Ну что, поехали. У нас есть что? Плазматическая мембрана. Давайте я сюда буду писать плазматическая мембрана, а вы будете записывать их функционирование. А то с таким почерком, как у меня, мы далеко не пойдем. Плазматическая мембрана это тонкая пленка вокруг клетки, состоящаяся из липидов и белков. Липиды это у нас жиры, так что не путайте. А белки это у нас протеины. Очень важный органоид, который обеспечивает транспортировку в клетку воды, минеральных и органических веществ. Удаляет вредные продукты, жизнедеятельность и защищает клетку. Это что? Это у нас плазматическая мембрана. Вот так вот. Дальше у нас идет цитоплазма. Цитоплазма это обозначает клетка. Плазма это жидкость. Что? Клеточная жидкость. Вы можете некоторые термины разобрать по значению их, ну на латинском смысле. Цитоплазма это внутренняя полужидкая среда клетки. Видите, здесь влезет клеточная жидкость. Обеспечивает связь между ядром и органоидами. Значит, что внутри клетки есть цитоплазма и все органоиды клетки располагаются в цитоплазме. Дальше мы идем на эндоплазматическую сеть. Эндоплазматическая сеть. По-другому можно его назвать эндоплазматический ритику. Эндо это обозначает внутрь. Значит, что внутри клетки? А плазматическая, ну как вы знаете, дезоплазма, это что? Жидкость. Таким образом, что мы можем из этого извлечь? Она находится внутри плазмы. Но от слова эндо значит, что внутренней части. Так, что же она делает? Эндоплазматическая сеть, она сеть каналов в цитоплазме. Видите, внутри клеточной сети она образует сеть. Принимает активное участие в синтезе белков. Кстати, я хочу напомнить, синтез белков мы будем проходить с вами в следующих занятиях. Потому что это самая обширная и одна из очень интересных тем, которая вам очень понравится. Также не только синтез белков, здесь происходит еще синтез углеводов, липидов и занимается транспортировка полезных веществ. Можно сказать, это как тралик внутри клетки. Дальше проходим, дальше у нас идут митохондрии. Боже мой, что мне делать с почерком? Митохондрии у нас идут. Это органоиды, в которых окисляются органические вещества и синтезируются молекулы АТФ. Так, здесь только много непонятного насчет митохондрии. Потому что первый термин идет уже как бы новый. АТФ что такое? У клетки есть своя энергия. А в биологии эту энергию называем АТФ. Она как синтезируется, точнее расшифровывается как аденозинтрифосфат. У нас фосфат в клетке дает что? Энергию. Поэтому, если там количество фосфатов, зависит и количество энергии. Поэтому мы это называем как термином. АТФ это и есть у нас клеточная энергия. Аденозинтрифосфат. Когда у клетки эта энергия теряется, она вырабатывает вторую, самую последнюю энергию. Это как второе дыхание. Мы его называем креатинфосфат. Но, надеюсь, в жизни у вас не будет настолько сложных моментов, чтобы вы решили как-то воспользоваться своим креатинфосфатом. Это вот митохондрия. Это их функция. По сути, митохондрия это органоид, клетки синтезирующие энергию. Вот так вот. Дальше проходим. Дальше у нас идут пластиды. Пластиды, я хочу напомнить, а еще в конце занятий буду напоминать, это они отсутствуют у клеток животных. Пластиды у нас идут у клеток растений, потому что пластиды это именно хлоропласта, лейкопласта и хромопласта. Встречается исключительно у растительных клеток. В целом их наличие является главной особенностью растительного организма. Играет очень важную функцию, например, хлоропласта, содержащий зеленый пигмент хлорофилл. У растений отвечает за явление фотосинтеза. Допустим, если животная клетка находит энергию с помощью митохондрии, а растительная клетка себе создает, так скажем, производит питательные вещества с помощью пластид. Это у нас идут, давайте сюда напишем, код хлоропласта. Это пусть будет у нас, точнее я забыл, вообще один момент. Пусть это будет уже дальше у нас лейкопласты и хромопласты. Давайте я просто буду писать сюда хрома, да. В хлоропласты у них есть пигмент, так называемый хлорофилл. Остальные детали этих пигментов мы будем изучать, когда будем проходить фотосинтез. Это тоже одна из очень интересных тем, потому что там идет уже цикл кальвина. А в митохондрии мы будем проходить цикл Крепса. Это уже у нас идет как дыхание клеточное, а это идет фотосинтез. Это у нас у животных очень развито, это у нас развито у растений. Это будет две самых больших темп, где будет исключительно биохимия. В общем, идем дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас аппарат Гольджи. Давайте просто напишем Гольджи. И перечислим его функции. Надеюсь, вы записываете, чтобы вся информация не была у вас только на уме, чтобы и письменно было. Это очень помогает. Комплекс Гольджи – это система полости, отграниченных отцитоплазмой мембраной, осуществляет синтез жиров и углеводов на мембране. Это, можно сказать, синтез липидов. Не только и жиров, потому что жиры и липиды – это одно и то же. Потому что липиды и их скопление организуют жиры. Лизозомы. Дальше проходим по лизозомам. Лизозомы – это тельца, отделенные отцитоплазмой мембраной, имеющиеся в них особые ферменты. Ускоряет реакцию расщепления сложных молекул. Также лизозома является органоидом, обеспечивающим сборку белка в клетке. Вот так, дорогие друзья. И дальше мы запишем вакуоли. Это у нас последний органоид, о котором я хочу с вами поделиться. Вакуоли – это полости в цитоплазме. Цитоплазма у нас есть тут вакуоли. Они бывают различных размеров. А именно у клеток растений вакуоли составляет 90% клеточной формы. Что дальше? Место накопления запасных питательных веществ. Это у нас вакуоли, скажем, это склад. В виде склада идет. Потому что там накапливаются все питательные вещества. Также они регулируют содержание воды в клетке. Таким образом, это у нас что? Это у нас органоиды клетки. Это самые важные органоиды. Если скажем, что маловажно, это будет неправильно. Но скажем, что это самые те известные, которые нам надо знать обязательно. Именно биологам это знать надо. Если ты не знаешь один из этих, то прости, конечно, но тебе придется изучить это все. Дальше я хочу вам показать пару картинок. Именно. Так, дальше насчет картинок. Сори, конечно, но... субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...